Здравствуйте! Меня зовут Вавилова Оксана Николаевна. Я старший преподаватель кафедры архитектуры и дизайн Карагандинского технического университета. Продолжаем изучение дисциплины основы макетирования и пластического моделирования формы для специальности архитектура. Продолжаем изучать тему номер один архитектурное макетирование. Практическое занятие 3-4. Тема сегодняшнего занятия бумага. На прошлом занятии мы с вами ознакомились с особенностями работы из бумаги в технике аппликация. Сегодня мы с вами получим представление об инструментах и материалах. Изучим особенности работы с акварельной бумагой и ватманом. Отработаем навыки резки бумаги. При объемном макетировании могут использоваться различные материалы, выбор которых зависит от масштаба назначения того или иного макета. Чаще всего макеты изготавливаются из бумаги и картона. Как мы видим, к основным материалам макетирования относятся бумага, иглин, картон, пенокартон, гофрокартон и пластик. Как вспомогательные материалы можно использовать пенопластик, пенопласт, гипс, органическое стекло и дерево. Чаще всего для изготовления экспозиционных макетов используется плотная бумага, чертежная или акварельная и картон. А для рабочих макетов бумага, пенопласт и пластилин. Наряду с названными выше материалами в макетировании используются полистирол, пслексиглаз, различные сорта пластика, целлилоид, дерево, арголит. Однако использование этих материалов в архитектурном макетировании затруднено необходимостью применения специальных клеев и оборудования для обработки. Поэтому в настоящем курсе главным образом речь пойдёт о бумаге и картоне, которые относительно дёшевы и доступны. Просты в обращении и технологичны в работе. Легко клеятся, хорошо имитируют свойства листовых, плоскостных и пластинчатых пространственных складчатых строительных материалов. Бумагу используют при изготовлении эскизных и учебных макетов. Применяют главным образом чертёжную бумагу ватман. Она хорошо режется и склеивается различными материалами. Намоченная бумага растягивается, а при высыхании вновь сжимается. Эти свойства используются при склеивании подмакетников и изготовлении планшетов. В качестве подмакетника можно использовать планшет с натянутой на неё бумагой. Подобными свойствами обладает также и акварельная бумага. Её шероховатая поверхность прекрасно ложится в плоскостные и объёмные макеты. Хорошо держит форму, легко и ровно надрезается, не крошится и имеет хорошие эстетические свойства. Бумага – прочный структурный материал. В Японии бумага издревле была строительным материалом. Вертикально поставленная трубка из бумаги может выдержать большую нагрузку. В то же время бумага легко гнётся и обрабатывается. Диапазон её свойств обусловил и разнообразие применения. Из бумаги выклеивают сложнейшие структуры. С одной стороны бумага – это прочный и эластичный материал, с другой очень гибкий и податливый. Эти свойства позволяют формировать из бумаги самые разнообразные формы. От простых геометрических до сложных фантазийных. от простых геометров. Геометрических доходов. Бумага даёт возможность чёткого конструирования геометрии. форм и способна передать тончайшую пластику формы из бумаги выклеивают пространственные объемные и объемно пространственные композиции в макетировании бумагой имитируют различные всевозможные строительные материалы бетон мрамор металл и другие на примере представлен макет детской игровой площадки выполнены из бумаги на котором видно как по-разному может работать бумага передавать самые разнообразные формы и материала в работе над композицией из бумаги необходимо отметить несколько важных моментов бумага обладает богатыми светотеневыми качествами отражательная способность ее очень высока поэтому передает светотеневые отношения от контрастных до нюансных еле уловимых глазом это важно в заданиях где выразительность композиции зависит от пластической разработки ее элементов задание на построение и выявление фронтальной композиции может быть примером такого задания темный картон и эглин не обладают этими качествами из курса композиции вы знаете что цвет может либо сильнее выявить форму либо ее разрушить макет же выполнены в одном цвете из простой чертежной либо акварельной бумаги воспринимается как чистая форма нет отвлекающих контрастных и акцентных элементов все композиционные и технические изъяны видны на таких макетах светотеневые качества бумаги ценны и в поисковой ситуации пластика композиции по-разному проявляется при изменении освещения повороты макета в сторону под разным углом дают возможность проверить задуманное и подсказывают новые решения применение специальных светофильтров обогащает колористическое состояние макета из бумаги такое освещение требуется специальных приспособлений и используется как правило на выставках очень важно грамотно презентовать макет из бумаги при слишком плохом освещение он будет нечитабелен полутона будут размываться форма потеряется при ярком контрастном и сильно направленном освещении произойдет то же самое поверхности будут пересвечены а яркие падающие тени могут разрушить визуально разрушить форму и структуру композиции поэтому важно грамотно освещать макеты мягким рассеянным светом чтобы собственные и падающие тени подчеркивали богатство презентуемой формы бумага легкий в обработке материал поэтому эскизные макеты из бумаги делаются очень быстро комбинируя варианты можно быстро склеить композицию изменить форму пропорции составляющих ее элементов заменить один элемент из другим поэтому метод объемной клаузуры достаточно популярен и доступен для любого студента задание для практического занятия выполнить из акварельной бумаги или ватмана упражнения по пластической разработки поверхности на основе ритмических повторений последовательность выполнения работы первое отработать технику резки бумаги для этого необходимо взять фрагмент той бумаги такой же из которой будет выполняться работа ее следует различными способами резать проводить прямые линии криволинейные линии попробовать вырезать достаточно мелкие элементы затем выполнить разметку для аудиторной работы для этого следует использовать карандаш хорошо заточенный средней мягкости возможно даже использование микрографов разметка должна быть аккуратной и еле еле заметной чтобы потом было возможно удалить разметку стирательной резинкой затем при помощи линейки и макетного ножа выполняются разрезы после завершения работы композиция оформляется на лист цветного или тонированного картона или плотной бумаги работа подписывается архитектурным шрифтом простым карандашом это пример упражнения для резки бумаги это уже достаточно сложные варианты на иллюстрации слева надрезы выполняются криволинейно на работе справа используется несколько слоев тонированной бумаги на данном слайде представлены возможные композиционные решения данной работы это могут быть ритмические или метрические повторяющиеся надрезы которые впоследствии после которых впоследствии бумага сгибается либо скручивается это могут быть сквозные разрезы может присутствовать наслоение нескольких листов бумаги таким образом появляется еще и глубина сетка или же это может быть разработанная разработанная или взятая в открытых интернет источниках сетка то есть достаточно перенести рисунок и его вырезать насквозь в данной работе важна аккуратность и чистота разрезов а также точность разметки и соблюдение ее при вырезании элементов на данном слайде представлена работа которая представляет собой несколько листов с вырезанной решеткой листы наклеены друг на друга со смещением на данном рисунке представлена готовая выкройка сетчатого орнамента задание для СРС выполнить плоскостную композицию из бумаги используя приемы наслоения цветной и белой бумаги эта работа дополняет аудиторную работу только в ней будут участвовать уже несколько цветов или тонов бумаги или тонкого картона задание для СРСП выполнить упражнение из бумаги имитируя различные фактурные поверхности кирпич, питон, мрамор составить из полученных образцов композицию список рекомендуемой литературы спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание